приветствую всех зрителей сегодняшний ролик будет немного необычный такого формата еще не было сегодняшнем ролике я не буду делать обзор какой-либо накладки разбирать какие-то либо элементы либо какую-то подавать подачу вам рассказывать сегодняшнем ролике я с вами поделюсь все что у меня находится в ящике в ящике которой я складываю все использованные накладки обрезки которые накладки мне нужны либо не подошли в общем всего сейчас проведу инвентаризацию для себя что у меня есть а для вас поделюсь может быть кому-то будет интересно посмотреть на все аксессуары для настольного тенниса которые у меня есть в наличии смотрим открываем шкафчик где у меня все так и первое что нам бросается в глаза это склад вот этих вот обрезков обрезки я собираю чисто для того чтобы может быть делать кому-то либо себе сделать допустим накладку либо для каких-то других целей в общем их у меня вот столько там разные андро и стены джи есть даже денег это эволюшин убираем следующее что у нас пустой пакет упаковками из-под галдарка эти упаковки я складирую опять же не сильно много чисто для того чтобы когда пусть или накладку на нём накладки положить накладку для нее и чтобы она на ней сохла либо обрезаю накладки на них это у меня резиновый клей старого образца нужен чисто так чтобы детям наклеить накладку дальше какая накладка у нас расходованы это у нас эволюшин елп немного подобито с кучей клея откладываем дальше что у нас идет упаковка из-под галдарка а там у нас та самая янг шайн которая с пузырем но в состоянии когда она не наклеена пузырь не видно но там есть она вот такого состояния почти нового но с пузырем откладываем идем дальше упаковка из платина смотрим что у нас тут здесь у нас gold арк 8 состояние очень хорошего она лежит вдруг пригодится короче сейчас я наверное не вставлю поэтому отложу вставлю попозже так далее что у нас упаковка из-под 53 для чего упаковка я уже рассказывал до чего я их складирую так следующая это упаковка из-под янг шайн блу у меня здесь тоже gold арк 8 состояние уже хуже чем чем она может встречалась gold арк но все равно цепляет клея практически здесь нету но здесь может быть один слой дальше снова упаковка из-под gold арк 8 у нас здесь опять gold арк 8 состояние его мне кажется еще хуже чем вторая ничем первое ну тоже играть ей можно дальше что у нас встречается просто 43 nexus здесь у меня хранится тенджи 05 effects состояние ниже среднего больше уже к удовлетворительному но тоже играть ей можно то есть не для высокого уровня и даже не для среднего а чисто так для новичков либо для детей она пойдет идем дальше картонка не нужно так речь так шипы те самые которые были уже в обзоре вот они лежат ими никто у нас не играет смотрим дальше nexus ел про 53 запакованная новая накладка я еще даже не скрывал и соответственно не пробовал не обрезал она ждет своего часа это инхи 9000 которую я разыграл которую кстати завтра нужно будет сходить на почту и отправить победителю следующие на очереди у нас китайская накладка что у нас там здесь у нас сделано из двух кусков hurricane 3 1 верхняя часть это от национальной накладки нижняя часть от провинциальной надеюсь я к ним больше не вернусь следующая упаковка от эволюшина что у нас там в упаковке из-под эволюшина упаковка из-под эволюшина смотрим что в упаковке из-под эволюшина здесь у нас energy снова 05 fx уже убитая ей тоже играть можно для детей она подойдет но не более либо либо и так для подач точнее таких подач для подставок она скорее подойдет так убираем ее дальше что у нас кусок резины он видимо выпал из того пакета где у нас все обрезки откладываю снова упаковка из-под эволюшин mxp что у нас здесь здесь у нас это фрэншип кросс 800 какой 800 нет фрэн просто фрэншип кросс состояние игра на один раз вот с этой стороны у нас тоже какая-то накладка на синей губки так что здесь hurricane 3 это скорее всего провинциальный на синей губки либо национальный который тренировочная версия ну тоже он уже оттасканный уже плохо цепляет идем дальше упаковка из под эволюшин елп что в ней в ней у нас global 3 девятки возможно было уже видео по-моему где подаю подачу и замедленная была именно она когда был старый целлулоидный мячик они были очень таки неплохие но для нового мяча скорости в принципе если бустернуть достаточно но зацепа не хватает мяч более такой не сильно накрученный летит поэтому он у меня здесь они на ракетке идем дальше дальше у нас hurricane 3 провинциальный распечатанный значит там что-то внутри внутри у нас еще один hurricane то же самое собранный из огрызков но пузырь вы уже можете увидеть вот он вот здесь пузырь собраны потому что он запузырился а чисто для тренировочного момента он был не необходим пока не приходил новый поэтому я из огрызков собирал китайские играл ими идем дальше здесь у нас упаковки не нужны эти уже будут думаю лишних можно выкинуть снова упаковка из-под хорикейна 3 провинциального но я так понимаю здесь здесь у меня вега про тоже собранная с того что для ней был пузырь но он походу здесь очень большой да здесь очень большой поэтому эту накладку могут видно на видео все-таки надо выкинуть лучше так под ней еще какие-то шипы шипы вот спин лорд это были шипы бы взяты для тестирования их нужно отложить идем дальше упаковка не нужно тоже не нужно поэтому это видео так чисто про наведение порядка у себя шкафу упаковка тоже не нужно эти упаковки тоже не нужны видите сколько за последнее время был использовал этих хорикейна в третьих провинциальных потому что все они пузырились что у нас попадается это упаковки тоже они у меня пустые потому что же можно выкинуть это что за это тоже пакет пустой ненужный это по моему накладки снятые с готовой ракетки ракетка была неплохая точнее доска поэтому для ребенка я готовой ракетки оторвал приклеил более-менее на нее нормально то есть на первое время ребенку хватит а были здесь вот такие вот накладки дабл фиш идем дальше снова очередная коробка уберем ее так хорикейн провинциальную с новый запечатанный его соответственно откладываю вдруг кому-то пригодится либо не дай бог я снова вернусь к ним дальше упаковка от 8 хорикейна тоже пустая дальше у нас упаковки 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 тоже упаковки не нужны зачем их так много складировал так здесь меня на пульс ники судя потому что они у меня на картон очки они ни один раз не одевались их отложу вдруг один раз хотя бы наденутся это пакеты пакеты не нужны идем дальше разбираем так упаковка с мечами здесь здесь разные в мечи трехзвездочных что-то они почему-то потасканные все я задумал и тут все новые все мечи трехзвездочные которые дхс но был уже игранные их отложу дальше что у нас ну вообще-то какая-то какой-то обрезок резинки он тоже мне не нужен выкидываем дальше торцовая лента которая на алиэкспрессе приходит с китайскими накладками или досками точно не помню идем дальше какая-то ненужная доска ленинград но видимо раньше была уважаемая ракетка но сейчас к сожалению нет очередные у нас накладки знаете понимаю но хотя тянет думаю не понадобится коробки коробки нож столовой почему-то у меня здесь что-то делает дальше что канцелярские ножи для того чтобы обрезать накладки кстати один из лучших способов обрезать ровно накладки это вот канцелярскими ножами дальше переходим от накладок клеем и бустером что у нас здесь здесь у нас бустер хайфу сиамун идем дальше здесь у нас новая не пользовался этой в пару раз фалька темпа лонг бустер так это клей революшен это снова фалька темпа лонг там буквально уже на дне может быть вот так вот уже скоро кончится это у нас масло johnson's baby которая была еще до того как у меня да и многие поначалу прежде чем пользоваться бустером пользовались этим маслом а потому что она на основе вазелина и накладки выгибает смотрим дальше что это даже не распечатанный сиамун что здесь здесь снова приспособление для изготовления домашнего бустера вазелиновое масло тоже все для ракеток это у нас фирменная моя нашивочка running team подписываемся в 100 в инстаграме ссылочки в описании ну и все здесь остальное хлам там был пыток был понимая был клей сейчас уже его там он уже весь высох надо это все выкинуть вот и все посмотрели что находится в моем ящике с хламом с инвентарем с использованным всем спасибо за просмотр спасибо что посмотрели и мотивировали меня на то чтобы я провел эту инвентаризацию освободила от хлама теперь в моем шкафчике стало немного свободнее и это освободилось место для образования еще одного хлама всем спасибо за просмотр ставим лайки пишем комментарии что у вас в ящиках до встречи